Ангелина, доброе утро. Доброе утро. Вот и подошел в завершающий день нашей перезагрузки со Светланой Лавровой на Красной Поляне. Как тебе был этот формат? Ты была уже на двух ретритах, теперь побывала на перезагрузке. Есть ли вообще для тебя какая-то разница? Как впечатления от этих дней, проведенных на Поляне? Ну, в первую очередь, я, наверное, хочу поблагодарить тебя, Галина, за то, что ты настояла, чтобы я нашла решение, как сюда поехать. Каждый раз не хочу настаивать ни на чем. Спасибо. Ну да, это на самом деле меня сподвигло на то, чтобы сюда поехать. Но, конечно, для меня здесь такие замечательные тоже трансформации происходят. И это как продолжение ретрита. То есть все, что там в ретрите еще где-то, что-то, может, осталось, да, недоработанное. Оно здесь так логично, красиво завершилось. Вот, ну, просто феерично. Поэтому мне такой формат очень нравится. И действительно, ну, ретрита, ну, как-то вот, как будто чуть-чуть не хватает, потому что он быстро пролетает, и все разъезжаются. А тут ты практически в том же составе продолжаешь двигаться вот с ребятами. И это вот прям, ну, идеально, мне кажется. Вот такой ретрит. А ты могла бы чуть-чуть развернуть вот то, что сейчас ты затронула, что то, что с тобой начало происходить на ретрите, красиво завершилось? Так ты сказала, да? Красиво завершилось здесь. Что ты имеешь в виду? Ну, я имею в виду, что я, да, осознала многие вещи. Вот они у меня просто сошлись пазлами. И вот, наверное, тот запрос даже, с которым я начинала ретрит, он у меня вот реализовался на миллион процентов. И я вот с таким багажом сейчас, ну, в хорошем смысле этого слова, улетаю назад в Красноярск. То есть я получила больше даже, чем я ожидала. Вот так вот. Скажи, пожалуйста, чем для тебя формат перезагрузки, вот этот выезд на Красную Поляну, отличается от ретрита? Как это было для тебя? Пиши вот процессы, которые здесь происходили. В чем разница? В чем может быть плюсы, минусы для тебя лично? Ну, здесь, во-первых, другая энергетика. Тут горы, смена обстановки. Тут сразу совершенно другое состояние. Плюс другие ребята здесь у нас добавились. Это тоже, как бы, немного поменяло формат. Вот. Но здесь уже более такая лайтовая версия. Тут мы, значит, ходили и в походы, и как-то больше свободного времени было. Потому что вот все основные проработки, самые сложные, они происходили все равно на ретрите. А здесь уже тебя как просто догоняют. И ты такой в релаксе, ты вот просто кайфуешь. Вот просто от вот этой вот атмосферы, от вот этого какого-то единения со всеми ребятами. Я, конечно же, люблю спрашивать про какие-то отдельные моменты наших путешествий. Хочу спросить тебя про наш поход в горы. Купание в купеле, дольмены. Как для тебя раскрылось это путешествие? Для меня это, да, было вообще такое волшебство, потому что у меня был такой сильный запрос попасть на дольмены. А я так поняла, это в программу не входило. Мы как-то спонтанно туда пошли. И когда я услышала, что мы идем на дольмены, у меня прям, ну, думаю, вот это вообще сказка. Какое-то реально волшебство. И, конечно, там тоже очень сильные... Прошли энергии. Там тоже была такая пересборка. И я думаю, она еще просто будет со временем для меня раскрываться. То есть сейчас только... Я там что-то получила, но это будет распаковываться. Вот в ближайшее время, я думаю. Какие-то особые состояния, открытия, что-то новое, может быть, ты узнала? На встречах со Светланой, которые здесь мы проводили. Да, я поняла, что такое автономия. До меня дошло, что такое автономия. Сейчас вот здесь? Да. То есть я как бы думала, что это вот ты делаешь сухие дни или стремишься, а там не есть. Ну, то есть много разных было пониманий, но пока ты это не проживешь на своем опыте, ты не поймешь. Просто вот эти дни, мне вообще последний день, я вчера вот утром еле как в себя что-то запихала, и потом я понимаю, что я не хочу есть, у меня нет этого голода, у меня нет этой слабости. Я настолько наполнена вот чем-то, такими состояниями, такими осознаниями, что мне больше ничего не надо. То есть и вот это такой микро-заход в автономию у меня случился, когда ты не идешь не на скези, а просто потому что тебе не хочется. Вот и самое даже, что вот еда проплачена, она вот здесь вот стоит. А мне вообще, ну, как... Я понимаю, зачем это надо мне теперь. То есть вот настолько я, да, прям прочувствовала вот этот момент, можно сказать даже. А как ты думаешь, смотри, если кто-то, например, приезжает только на перезагрузку без ретрита, насколько это вообще эффективно? Эффективно ли? Стоит ли это мероприятие посещать отдельно? Или же только в связке с ретритом? Насколько оно может быть наполнено для человека? Ну, мне кажется, эффективно в любом случае, потому что вот я смотрю, даже ребята, которые приехали именно только на перезагрузку, у них сильные тоже процессы идут, и много осознаний. Ну, конечно, когда ты в поле Светланы, ну, по-другому невозможно. Ну, а если ты совмещаешь это с ретритом, ну, это просто вот ракета, которая, я вот сейчас понимаю, что просто мне все пути открыты. То есть настолько вот эти дни меня пересобрали, очистили, трансформировали. Я понимаю, что вообще просто идти вперед, и все возможно. Благодарю тебя за отзыв. Может быть, есть что-то, о чем бы ты хотела сказать, но я тебя не спросила? Если да, то вот сейчас есть такая возможность. Да, я бы хотела сказать еще отдельно о Забане в горах. Это была вообще такая сказка. Ну, то есть в таком классном месте, ну, это вот как мечта просто побывать в таком красивом месте. И на природе это просто вот тоже такая перезагрузка. Что особенно было в этой бане? Может быть, не все смотрели наши сторис? Да, ну, там настолько все очень красиво сделано. Купели вот это. Еще дождь шел параллельно. Ну, это вот именно как погружение в какой-то сказочный мир для меня было. Я после этой бани сегодня встала утром, я смотрю на себя в зеркало, мне точно лет пять скинуло. То есть настолько очищение именно произошло, тело. Вот так. Да, ребята, мы были в бане в горах, и часть купелей, да все купели, они были под открытым небом. Вот о чем говорит Ангелина про дождь, который лил на нас прямо на голову. Волшебно. Это было здорово. Никакой аспании сравнится. Да, это очень необычное место. Здорово. Мне тоже там очень понравилось. Я тебя благодарю за отзыв. Тоже благодарю за организацию вот этих всех мероприятий, за такую поддержку. И мне, например, очень приятно, что ты так со всеми на связи, все моменты контролируешь, как-то доносишь. Это, я понимаю, очень сложная организационная работа. Вот. Поэтому нашего организатора надо отдельно благодарить еще. Спасибо, спасибо, я принимаю. А сложное и приятное. Да, самое главное, чтобы это ясно. Мне очень-очень нравится быть в этом процессе на самом деле. Я счастлива по-своему. Спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!